В Армавире прошла встреча. Изначально мы планировали, что это будет голоса молодежи, но так получилось, что это получились не просто голоса молодежи, а голоса молодежи и взрослых. Мы обсуждали фактически три разных аспекта. С одной стороны, мы говорили про те проблемы, которые волнуют молодежь, волнуют взрослых. И не просто волнуют, а мы еще искали и решение, как эти проблемы можно решить, в том числе с помощью активизма, с помощью того, когда граждане берут на себя ответственность, сами участвуют, приглашают к участию других граждан, и если им нужно что-то, вовлекают государственные структуры для помощи в решении проблем. Проблемы оказались очень важные, очень разные, и на первом месте и молодежь, и взрослых, как они сказали, по их мнению, волнует проблема мира. Мира как в Армении, мира в Украине и вообще во всем мире. Это говорила каждая из пар, мы работали в парах, и каждая из десяти пар на первом месте поставила как раз решение проблемы мира. Это не было неожиданностью, когда на втором месте фактически большинство группы говорили о том, что важно решение экономических проблем. В первую очередь это связано с местом работы, но и тоже, когда есть место работы, часто местные жители имеют крайне низкую зарплату, у которых трудно поддержать свою семью на достойном уровне. На третьем месте говорилось о том, о проблеме образования, что, к сожалению, далеко не все армянские школы готовят будущих граждан, готовят молодых людей к самостоятельной взрослой жизни, что программа иногда устарела, а многие учителя еще не до конца понимают, каким образом, но они могут даже использовать существующие программы обучения для того, чтобы помогать молодым людям быть современными и входить в взрослую жизнь подготовленными. Для нас было очень неожиданным, когда мы посвятили очень много времени обсуждению, что на самом деле существует проблема домашнего насилия, что все еще армянская женщина не является равной в своих правах по сравнению с мужчинами. Мы очень много затронули эту тему, потому что еще, как мне кажется, до недавнего времени эта тема была табу и в открытом публичном пространстве не очень сильно обсуждалась. И в связи с этой темой, темой семьи, мы также говорили о том, что есть такое непонимание, как решать и другие проблемы в семье, например, как взаимодействовать со своими детьми и не только детьми маленькими, но и теми детьми, которыми уже взрослеют, которые становятся подростками. Тоже мало где мы можем говорить о том, что этому готовят. Школа не говорит о том, как создавать семьи, как решать конфликты, как эффективно коммуницировать. И значительную часть нашего времени мы обсуждали именно это направление. Вторая часть нашей встречи была посвящена тому, каким образом мы можем не просто иметь свою точку зрения на решение проблем, которые нас волнуют, но важно еще, как мы эту точку зрения доносим до окружающих. Потому что от этого зависит, слышат ли нас, не просто служат, а слышат и становятся ли нашими последователями. И мы говорили не просто про правильную формулировку наших идей, но и использовать и вербальную, и невербальную коммуникацию в донесении своих идей к своим потенциальным сторонникам. И, конечно, мы говорили про международное сотрудничество, про то, как, например, армянская молодежь, армянские взрослые, которые являются и представителями организации гражданского общества, могут тоже привлекать международные, ну, и экспертизу, и в том числе и ресурсы, в том числе и финансовые ресурсы, чтобы те проблемы, которые есть в Армении, не решались. И когда мы подводили итоги встречи, многие из участниц и участников сказали о том, что вот они уходят не просто, ну, то, что они провели полезное время, это время было достаточно комфортно организовано, но они хотят дальше продолжать разговор на эту тему, и не просто разговор, а вовлекаться в работу неправительственных организаций, чтобы быть полезными Армении на местном уровне.